Ну вот посмотрите, они приехали в школу на лошадях и на кобыле с жеребенком. Ну, вы видели, сколько наших было лошадников ездили в разные места, чтобы где-то был жеребенок с матерью. Но это позор. Кобыла после того, как ожеребится, буквально через неделю, полторы гуляет. То есть, она должна себя накормить, малыша новорожденного накормить. Это уже два. Внутри у нее третий, и седок на ней сидит четвертый. Нагрузка какая на кобылу. Она в таких случаях приносит жеребенка через год, через два бывает. Но если старик, пенсионер ездит, то бывает лет пять-шесть подряд она приносит. Но это редкость. А так, молодые ребята на кобыле, чтобы ездили, это позор. Если бы в любом нашем походе, вот так кобылу бы увидели с жеребенком. Там жеребцы на задних ногах ходили, порвали метали. Задние ноги у всех кованые. Подкова, если ударит, попереломает друг другу. А тут вон они стоят хоть бы что. Видимо, или мерины, или молодые жеребчики те, а может кобылки. То есть отношение у нас совсем другое.